Продолжение следует... Продолжение следует... Но, несомненно, на самом деле целью является именно это. А что вы вкладываете в слова, какой смысл? Спасти Европу. Спасти Евросоюз, я неправильно выразил. Да, здесь тогда нужно... А его надо спасать? Вот с вашей личной точки зрения. Вам Евросоюз нужен? Или вам будет достаточно... Мне лично... Знаете, я живу в России. Так что меня это не очень волнует. Вот. Но дело не в этом. Нет, но дело не в этом. Евросоюз просто... Я познал Евросоюз, когда я работал в Европарламенте. Каким он был 15 лет тому назад. И каким он является сейчас. Вот тот Евросоюз меня вполне устраивал. Тот, который существует сейчас... А что изменилось? Меня абсолютно... Ну, вот, например, вот сейчас только что мы говорили про Евро, да? Так. Знаете, у меня хорошая память в этом смысле. Всего вот Горску лет тому назад разговор всегда был. Ну, не знаем, примем ли мы вас в зону Евро. То есть, согласимся ли мы, чтобы у вас тоже был Евро и так далее. Прошло всего лишь несколько лет. А сейчас получается наоборот. То есть, отдельный СВН говорит, не знаю, будем ли мы сейчас принимать ваш Евро. А может, не стоит. То есть, все изменилось до точности наоборот. Вот, вот, ваше личное мнение, вот, если выбирать из двух зол, да, скажем, выход Италии из Евросоюза, или Италия остается в Евросоюзе, но в Евросоюзе таком вот поделенным на А Европу и Б Европу. Знаете, Италия – это особая песня, как всегда. Понятно. Понимаете, дело в том, что... Нет, ну, здесь во мне, конечно, играют мои итальянские корни. И, в частности, римские. То есть, только в Риме могли придумать, вот, есть такая пословица в народе, что, ну, умер Папа Римский, ну, хорошо, изберут еще одного. То есть, на самом деле, ничего не меняется в этом смысле. Вы подумайте, в 70-х годах, например, итальянская коммунистическая партия вдруг получила на 7% голосов больше. Это было существенно. И все равно осталось в оппозиции. В 83-м году, получив 33%, она стала первой партией Италии. И все равно осталось в оппозиции. Ну, понятно. Дольчевиты все равно на первом месте. 92-й год. 92-й год. То есть, это уже совсем другая картина, да. Вы, наверное, все помните вот этот всеизвестный процесс, там, чистые руки, да, взятка град, скандал был и так далее. Все традиционные партии, все, буквально, я могу вам процитировать все эти партии, все были распущены. Появились полностью новые партии. Появился Берлускони, кстати, да, которого раньше никто не знал. Но, и что? Ну, он остался у власти. Понимаете, вот, Марк, если бы исходить вот с этих позиций мудрости такой, да, общечеловеческой, исторической, то, ребят, что тогда дергаться? Нет, надо почему-то всех пугать. Вот как сейчас страна, в которой выборы приближаются, надо обязательно пугать, что все, мы сейчас умрем, и папу нового не выберут никогда. И вообще жизнь закончится. Я с вами согласен. Понимаете, вот в чем проблема. И еще, опять же, значит, эти черты русские. Нет, с тем, что было 20 лет тому назад, 30 лет тому назад. И то, что происходит сейчас, это что, да, в очередной раз могут сменить полностью всех лидеров даже на европейском уровне. Хорошо, еще один момент сейчас. Изменится совсем другое. У меня чисто риторический вопрос. Кому? Чисто географически большинство беженцев, я их называю именно беженцами, прибывает именно в Италию. Так вот, у меня вот такой вопрос. Вы кому адресуете этот вопрос? В общем-то, всем. В общем-то, всем, особенно тем, кто сейчас, вот я слышал, качали, как бы, права. Я хочу понять одно. Они откуда бегут? То есть, Афганистан, Югославия, Ирак, Ливия, Сирия. Кто их разбомбил? От чего бегут беженцы? И, естественно, куда они бегут? Я африканские войны, я тебя освещал. Значит, они бегут через Ливию, которую итальянцы в том числе разбомбили. Итальянцы, французы, англичане. Да, к сожалению, так. Они бегут... И поляки, и поляки тоже. Поляки там, у них авиация, что ли, есть, бомбардировка. Что вы оскорбляете поляков, Максим? Прекратите, поляки бомбили. И черные Африки. Поляки также бомбили. Так, тихо, тихо. Поляки... Ну, не надо мне рассказывать про африканские войны. Максим Бунат, главный специалист по африканским странам, никто это не оскаливает. Конечно, поляки там не дали. Хорошо, внес уточнение и ответить на вопрос. Бегут через черные Африки, которые разбомбили, в том числе и итальянцы. Но это не повод, чтобы злорастливать и говорить, ой, как вот все плохо у вас. Нет, мы не злорастливы, как итальянец. Просто сейчас, сейчас... Я, естественно, не разделяю, вот последнее, что было сказано. Но если в двух словах, ну, что можно ожидать? Просто волей и судьбы выборы первым делом проходят во Франции. Ну, среди важных стран. Если бы они сперва прошли в Германии, то основополагающим, как бы решающим моментом стали бы немецкие выборы. Ну, а так французские. Николя?